возвращаемся в игру но заходим в логово я не знаю что меня там ждет возможно какой-то супер супер пупер финальный босс посмотрим в принципе я к бою подготовлен старейший выбрал или типа увековеченный ослепил тебя будешь ли ты искать бессмертные демонические души войти в туман король аланта но Бог мертвец и так создавал старый бессмерт бессмерт старый бессмерт 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 и и пройдет к этой трагедии это король это жалкая каракатица Но очень выносливая. Да, мне его обязательно надевать, если по всему. Губитель душ. Вот это меч. Так. Вот именно с этим мечом сражался против меня король Оланд, этот безумный. Физа така 120, мага така 130. Ну вот, вот этим вот мечом вполне реально уже в мавзолей сходить и посражаться. Однако 18 силы, ну я не готов к такому мечу. Разрубающий душ и клинок, который передавался из поколения в поколение в правящей семье Балитарии. Вместе с губителем демонов образует... Скорее всего, кстати, в мавзолее губитель демонов лежит. Образует регалию севера. Вот она, да. То есть губитель демонов оттуда, ну я так думаю, с мавзолея. Но это не точно надо смотреть. Губитель душ с глубин Нексуса, плюс душа короля Оланта и кузнец скует регалию севера. Чем ближе владелец к обращению в демона, тем сильнее клинок. Неудивительно, что старый король Оланта выбрал именно его. Получается, губитель душ это темная сторона, а губитель демонов это светлая сторона. И скорее всего, тот старый король из склепа, он как раз светлая сторона. А если их соединить, то уже меч подстраивается под владельца. Это круто на самом деле. Твоя работа завершена. Возвращайся наверх, убийца демонов. Нексус больше не держит тебя. Я погружу старейшего в сон. Мы со старейшим погрузимся в сон. Так было предначертано. Ты можешь идти. Возвращайся в свой мир. Возвращайся в свой мир. Это интересно. Под началом старейшего появился новый сильный демон. И до сих пор, весь мир будет окутан густым туманом. Возвращайся в свой мир. Еще душ. Блюпоинт геймс и пошли титры. Вообще, на самом деле, я не хотел этой концовки. Это, видимо, злая концовка. Что, типа, вот, все. Я просто пошел по какой логике. Она такая, наконец-то, конец близок, конец близок. Как будто бы что-то скрывает. Подозрительная такая. И тем более сказали же, что она тоже демоном стала. И вот я решил ее зарубить. Но, видимо, зря. Надо было просто уйти. Этот бы кто-то погрузился в сон. Древний. Ну, и увековеченный бы порадовался. Но это было жестко. Production Babies. Ну, что я могу сказать? В принципе, я уже все сказал. Игра крайне неоднозначные эмоции у меня вызывает. Она очень красивая. Локации проработаны. Восхитительно. Здесь, ну, глупо спорить. Посмотрите, какие замки, какие арты. Потрясающий свет, тень, графика. Но насколько же она кривая в плане механики. Это ужас какой-то. И сложнючая. Я всю игру, вот, кроме самого, вот, конца, когда я уже раскачался, просто страдал. Получается, последний... Последний босс, это был, вот, Король Алан. Но... Мне первый босс сложнее дался. Ну, серьезно. Ну, так же, это ненормально. Сломан баланс вообще напрочь в этой игре. Поэтому... 50 на 50 я из 10 баллов я и поставлю, ну... Не знаю, даже 7... 6-7 баллов. Ну, 6 как-то маловато. Хотя нет, нормально, 6. Демонское число для... Демонской игры. Сложный и кривой. Не все я прошел. Есть еще моменты, куда стоит заглянуть. Пошариться. Но, как я уже в какой-то серии объяснял, у меня пропало вообще всякое желание. Проходить игру за воина, например. Хотя, конечно, можно там крутые мечи искрафтить, там всех порезать. Но вопрос, зачем? Зачем? Боссы уже убиты. Простых рядовых врагов уничтожать. Скучно, незачем. Из лука стрелять. Да, в принципе, тоже понятно. Ролики посмотрел. Как там бегают, стреляют. Самому разве что попробую. Просто стрельба, ничего особенного. Поэтому перепроходить я игру точно не буду. Сейчас, по логике японских игр, я так понял, должна быть какая-то новая игра плюс. Сейчас она стартанет. Я чуть-чуть побегаю. Мне просто интересно, дадут ли мне сейчас выбрать другую концовку. Если дадут, ну типа, сохранение перед спуском в глубины Нексуса, например, сделано, тогда прекрасно. Если не дадут и скажут, ну типа, давай все заново проходи, тогда пошли вы все куда подальше. Я просто посмотрю на Ютубе концовку. Ну серьезно. Но это было сейчас нечаянно. Реально, не надо было мне ее убивать. Потому что я, честно говоря, больше хотел именно посмотреть, как он в сон погружается. Ну ладно, Ютуб в помощь. Можно вообще все на Ютубе посмотреть при желании. Я в этом уверен. Вот, кстати, Рыцарь нарисован с этим, с рунным щитом и рунным мечом. Хорошая вещь. Я думаю, до того, как вы Губитель душ и Губитель демонов достали, это, наверное, лучше щит и меч. Что касается дальнейшего прохождения Souls игр. Ну, не знаю на самом деле. Заманчиво. Очень даже заманчиво стоит признать. Дальше у нас что идет? Если это первая игра From Software, Demon's Souls 2009 год, PlayStation 3. Ну и здесь понятно. Ремейк 2020 года для нового, актуального поколения PlayStation консолей. Но, в принципе, игра первая. Затем они выпускали в 2011 что ли, или в каком-то... Dark Souls. Есть ремастер. Dark Souls также выходил на PlayStation 3. Затем уже выходил ремастер на PlayStation 4, на компьютере, даже на Nintendo Switch. Она у меня есть. У меня вообще все игры. Кроме... Чего? Кроме Elden Ring'а есть от From Software. После первой идет второй Dark Souls. Затем выходил эксклюзив PlayStation 4, который до сих пор так и остается. Это Bloodborne. Затем Dark Souls 3. Также все консоли. И... Персональный компьютер. После Dark Souls 3 выходила Sekiro. Также везде. Ну и после Sekiro, самая их новая игра, которая была игрой года 2022, это Elden Ring. Она, к слову, сейчас на 40% скидке на распродаже до середины января. В PlayStation Network. Поэтому я подумаю, возможно, я ее куплю. Прямо сразу до люкс-издания. Стоит, конечно, дорого, недешево. Но раз купить и, в принципе, все. На волне, значит, вот такого популярности, таких вот поджанра игр Souls. Разные еще выходили игры. Я о них, в принципе, говорил. Например, вот Lords of the Fallen 2014 года. Я его полностью проходил, к слову, на платину, включая даже там дополнение, там какой-то лабиринт. Игра намного короче, чем Demon's Souls. Затем еще были, вот, 23-го года, свеженький какой-то Lords of the Fallen. Но я даже там не видел вообще, что там, как там. Затем вот, Волонг, китайская мифология. То есть, как вот, Sekiro, японская мифология, Волонг, китайская. Мортал Шелл еще есть. Ни-Ох. Ну, Ни-О. Первая и вторая часть. Там какой-то уклон в RPG, насколько я понял, больше сделан. Но в целом игра тоже сложнючая. Так что, если вы прямо фанат Souls игр, то вот обязательно Lords of the Fallen играете, Волонг играете, красиво, все качественно. Я сам поигрывал. Мортал Шелл можете, я тоже пробовал, начинал. Но, как я говорил, первый босс Гриша доконал меня. Ни-Ох обязательно тоже. Получается, Ни-Ох первая, вторая, это вот две игры. Мортал Шелл, это три. Волонг, четыре. Lords of the Fallen, пять. И новая Lords of the Fallen, шесть. А, еще Lies of P, как я забыл, конечно, семь. То есть вот, Lies of P тоже сильно хвалят. Она тоже очень трудная. Вначале уже парился с первым же жирным каким-то монстром. Так и не прошел. Ну, получается вот семь игр. Но, если я буду играть дальше, то я, конечно же, буду играть в игры From Software. И, скорее всего... Не знаю. Ну, тут либо по порядку выхода проходить. То есть вот, Demon's Souls прошел. Затем Dark Souls, первая, вторая. Затем Bloodborne, затем третья, Dark Souls, затем... Секира и Elden Ring. Либо... Либо дальше пройти эксклюзив PlayStation все-таки. Это Bloodborne. Попробовать вообще поиграться, что там, как там. А потом уже за трилогию Dark Souls взяться. Ну, подумаю. Может быть, я сгорю там в Bloodborne или там в Солсе. И в каком-нибудь заброшу. Потому что праздники-то все заканчиваются. Последний день праздников. Как раз мне отоспаться. Я успел пройти. Чему я очень рад. И дальше уже... Не будет столько времени. Очень-очень много дел помимо игр. Да и касаясь игр там тоже я в разной играю. На всех платформах и на Xbox. И на свече. Так что совершенно не знаю, как оно будет. Может быть, к тому времени уже выйдет ремейк первой готики. Который я с любопытством ожидаю. А может быть, как мне дядька сказал. Выпустят российскую озвучку, русскую озвучку на Хронике Миртаны. И я наконец-таки соизволю поиграть в них. Потому что да, в Хронике Миртаны я еще не играл. Дядька проходил, сказал прям... Лучшее воплощение второй готики. Потому что Ночь Ворона, она... Какая-то ему простой, кажется. Предсказуемой. После Хроник Миртаны. Итак, я душу Старейшего захватил. Так. Ага. Так, я возродился в самом начале. Мои вещи все остались. Души остались. Вообще все осталось, как было. Уровень души тоже остался. Так. Вообще все по-новой пошло. Уовень души. Снеми души. Помоги. Время души. Держи в homенья. Время. Я вмешательство. Мне это было сперва. Но я бы радоваться. Помогу. никого нету судя по всему игра просто пошла по второму кругу то есть все сохранилось баса ну баса я тоже вернула его потом прикончил рыцарь ну получается да то есть весь прогресс остался все исчезла где-то и и что нету из-за того что я ее прирезал душа демона прозву прозванного старейшим душа старейшего источник огромной силы так я все-таки душу старейшего приобрел может быть все-таки старейший значит вселился вот в эту слепую женщину с глазами залитыми воском и через нее типа действовал чтобы я все-таки может она и вправду бы его пробудила они усыпила типа такая подстава я все сделал правильно мне сейчас типа показали ну вот больше душ типа больше больше ну реально женщин то нету как мне прокачиваться теперь дверь закрыта к этому как его там зовут присветлый светлый непонятно обелиск запечатан обелиск запечатан ну понятно то есть мне надо снова проходить ага и все слетело то есть вообще все все мои телепорты весь мой прогресс в игре слетел осталось только прокачка и предметы мир обнулился полностью посмотрите какой они урон наносят и враги усилились тогда спрашивается смысл вообще смысл второго круга игры если все тупо обнулилась и усилилась согласно сейчас меня бьют также как меня били в самом начале игры когда я был нулевой но это глупо не знаю то есть кто не наигрался видимо но я наигрался нет спасибо я не хочу все вторую концовку я буду смотреть на ю тубе как сказал есть у меня еще одна идея сейчас просто вот что ты делаешь даже я не стану терпеть подобное а а а а а а а душа великого воина ум за разом зашел представь себе я болдуин я без боя не сдался ну давай иди наконец божьи длани как интересно вообще играть без кузнеца или они обнуляться если я выйду и зайду в принципе кузнец то есть во втором обелиске в уровне 21 а если его убить это будет вообще интересно мне нужно больше душ гады снова наконец-то ты дерешься а 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 кольцо неистовой силы душа старейшего понятно так ну чё я всех перебил что там со склонами стью здесь все так же не поменялось ох ты смотрите какая темная стала аж красная красно-синие какие-то молнии глаз такой темный при темной и она какая-то как будто злая такая взгляд стал замечательно замечательно именно этого я хотел а ну-ка открылась ли решетка всех короче перебил обалдеть такой глаз темный так непривычно его видеть ну ну да получается все заново он туда идти сюда идти потом босса бить о не хочу ладно ладно финальный возвращаясь в nexus и и никого ну да то есть все у меня нету не торговца все мои шмотки пропали получаются у меня нету кузнеца у меня не нету вообще никого вопрос как проходить игру ответ наверное не как потому что с таким раскладом это ну вот капец просто зафейлена игра я так думаю а теперь я еще хочу сходить наверх последний раз и и посмотреть на профиль что-то можно с этим будет вообще сделать с профилем тогда вот он текущий профиль а ничего не сделать можно только вот загрузить другой профиль и в принципе все удалить нельзя так сколько смертей сто одна смерть одно прохождение тридцать четыре часа одиннадцать минут получено больше всего душ тысяча двести восемьдесят четыре а миллион двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот десять неплохо черных фантомов ноль спасено непонятно уничтожено демонов 17 ну ладно как проходить в таком формате не прокачиваясь без без хранилища но без хранилища ладно можно все равно вы ничего не можете продать как-то получить без кузнеца но можно говорю второго кузнеца если второго кузнеца у убить которого там найдем бред вообще ну чтож спасибо всем за просмотр вот такое получилось прохождение demon souls свое мнение об игре я уже сказал в титрах так что увидимся и удачи а и Продолжение следует...